теперь мы будем с вами выплетать колечко колечко выплетать мы будем чуть меньше размером чем браслетик я его сделаю вот с такими ровными краями не с бахромой сейчас я покажу как это надо будет делать я взяла опять нитку надела ее на иголку нитка у меня достаточно длинная она где-то в два раза сложена около метра значит соответственно если ее разложить полная длина будет около двух метров если вы не можете работать с длинной ниткой возьмите более короткую для чего я делаю такую длинную нитку катушку я опять не обрезаю оставляю когда мы с вами выплетим колечко у нас останется нитка и мы одной нитью будем соединить кольцо с браслетом то есть продолжать наше плетение как бы неразрывным я для кольца брала опять нечетное количество бисерин моем случае 7 мы две бисерины оставляем также входим в третью снизу так мы идем через одну в эту и верхнюю так затянули нашу ниточку берем теперь одну бисерину ходим в ближайшую выступающую если вы хотите продолжить плетение колечко с бахромой как и браслетик то тогда набираете ни одну наверху и снизу две бисерины так теперь мы входим сюда в нижнюю переворачиваем плетение опять набираем одну бисерину ходим ближайшую первую верхнюю которая выступает опять 1 5 1 все время будет у нас по одной таким образом видите края получаются ровные что снизу что сверху закончили плести наше кольцо празднируем не подходит самое толстое место соединения свободно чтобы она одевалась если она будет достаточно свободным это не страшно потому как браслет будет его фиксировать с руки она не соскочит у нас ниточка с одной стороны кольца выходит снизу ниточка с другой стороны кольца выходит сверху то есть они должны быть противоположных друг от друга направлениях вверх вниз это обязательно у нас на этой стороне выступающие три бисеринки 1 2 3 абсолютно тоже самое 1 2 3 у нас с другой стороны соответственно у нас если бисеринка в бисеринку лягут так то у нас произойдет и такая вот состыковочка входим верхнюю выступающую 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 вниз потом то же самое проделаем 2 ниткой чтобы зафиксировать место крепления мы входим сюда я пока не буду стягивать выступающую бисеринку чтобы было понятно так вот она уже легла нужно емко опять на другой стороне выступающую бисеринку в общем это все очень легко теперь здесь в эту последнюю крышки так василиса так помощница пришла моя соответственно есть ниточка у нас уже было в этом крышке мы вводим ее последние противоположные на стороне вася таким образом мы соединили ниточку подтягиваем вот у нас место соединения мы этой же ниткой можем вернуться опять сюда 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 вот так теперь мы должны произвести расчеты зависимости от того сколько мы хотим сделать нити которые шли и было от браслета к колечку и делим это количество то есть прикладываем руку к браслету находим центр берем вот эти два края если мы хотим чтобы нити пошли отсюда хотите отсюда значит отчитывайте отмеряете фиксируете фиксируете булавочками ниточками чем вам удобно приблизительно откуда вы хотите я например хочу чтобы у меня одна нитка крайне пошла с этой стороны вот отсюда второй допустим отсюда я я делаю это вот таким образом теперь я снимаю браслетик вот я приблизительно показала это я сейчас сделаю такой набросок булавочками да то есть я когда на руке приблизительно сделала края иголками я читал еще с края у меня получилось два четыре шесть восемь десять двенадцать четырнадцать восемнадцать восемнадцать двадцать 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 дв бисеринки теперь зависимости от того сколько вы хотите между ними сделать еще нити я например хочу 3 я поделила это расстояние на четыре части у меня поделил получилось что в каждую шестую бисеринку у меня будет входить здесь у меня получилось 2 4 6 седьмую это глаза бросаться особо не будет но не в шестую 4 5 6 то есть у меня будет 5 нити хотите 3 хотите 2 соединяете здесь на середине ведете одно кольцо это как будет вашей душе угодно когда мы определились где в каких местах мы будем делать наши ниточки ведущие колечку водили на руку посмотрели устраивает не устраивает не нравится теперь мы надеваем на руку колечко наши ведем ниточку так ведем ниточку к первой метке сгибаем руку если она сильно натянута вам не комфортно ослабьте еще как она будет смотреться вот когда у вас устроила ваша длина вы делаете замер на линейке на линейке в моем случае это 11 сантиметров потому что вот этот браслетик браслет моей дочери здесь вот это вот ниточка составляет 10 сантиметров и мне маловато мне не комфортно мне тянет эту нитку когда я сгибаю руку поменьше и когда мы с вами произвели первую диагональ мы берем наше колечко и и для себя можете выложить заранее можете в хаотичном порядке так удобно будем выбирать на усмотрение какое количество будет кристаллов на ниточке какое количество будет между ними бисеринок вот у дочери моей 2 4 6 бисеринок кристаллов 6 бисеринок кристаллов вот вы можете сделать два кристалла на ниточке 3 здесь у нее смотрят на 4 6 8 здесь 2 4 6 8 здесь 9 кристаллов то есть это не играет роли это уже вот раскладываете вот так в редки и смотрите нравится нравится таким образом производите вот соединение вот этими ниточками вот я разложила кристалл у меня 5 ниточек я сделал вот таком по 8 кристаллов на ниточке можете больше можете меньше захотелось мне помимо черных ставить еще синего цвета кристаллы у меня они круглые формы такие вот бывают такими конусами это не играет роль у меня более маленькие такие конусики все что есть у вас наличие форма не играет значение можно использовать ну вот мы можем продолжить мы начнем в кольце вводить ниточку мы будем через бисеринку то есть если у нас первая нитка будет крепится к этой бисерины одну пропускаем вторую нитку крепим здесь одну пропускаем 3 здесь пропускаем 4 пропускаем 5 то есть я сейчас вставлю иголочку один вот смотрите вот получилось то есть у нас нити будут начало и конец посередине будет 5 вот на этом непосредственно браслетики 6 нитей смотрите это тоже неплохо вот 6 нитей я набрала на ниточку энное количество бисеринок кристаллов у меня соответствует здесь 7 бисерин кристалл 7 кристалл 777 здесь я набрала 2 бисеринки измерила линейкой у меня получилось 11 сантиметров то длина которая мне нужна следующие ниточки я могу снизу набрать 7 бисерин пойти а здесь ближе к колечку 2 бисеринки и так вот чередовать вот теперь мы вводим ниточку первую в ту бисеринку которую у нас идет первое вот она вот у нас получилось первое соединение теперь мы возвращаем ниточку вверх к кольцу как бы дублируя второй раз здесь фиксируем нить чтобы было более прочное здесь соединение все по прямой все очень достаточно просто вот мы прошли вверх подтянули как следует нитку и теперь мы входим в эту бисеринку из которой мы начинали набор этой нити с кристаллами идем вверх по плетению возвращаемся возвращаемся через одну вот мы вышли через одну можете в каждую бисерину делать нитку если вы хотите их больше это абсолютно не проблема опять набираем я хочу сверху набрать две бисерины как вот чтобы было зеркально дальше мы продолжаем набирать семь четыре пять шесть семь если у вас вдруг была короткая нитку вы взяли она закончилась в процессе плетения то вы тогда берете вторую нитку с катушки опускаете ее по плетению вниз и продолжаете прячьте ее делать три закрепочки 3 узелочка таким же образом как когда мы крепили как браслету замочек прятать ниточку если она закончилась лучше на лицевой стороне вот или в этой части желательно или в этой части потому что если вы сделаете закрепочки припаять хвостик капроновый снизу он может колоть вам руку кожа будет очень неприятно дискомфортно ну вот наш браслетик и готов красота у нас с вами получилась теперь примерим носите на здоровье свыше дыр вот 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 все г Продолжение следует...